Привет, ребятки! Все вы любите красивые бани. Сегодня самая роскошная на бане-фесте. Это сруб Кедр Прома. В срубах я ничего не понимаю, но я люблю красивые парилки, так же, как и ты. Поэтому сегодня будем разглядывать красивую парную и однозначно отинтервьюируем ее создателя. Поехали! Рум-тур по парилке Кедр Прома. Так, ручка массивная и красивая. А еще тут сундук есть. Вау. Но не про сундук речь. Ну что, впечатлены? Вот. Вот. Ну что, начнем, наверное. Начнем мы с кадушек. Вот так вот. Начнем именно с кадушек. А вот хочу начать с кадушек. Производит компания, которая производит бандарку. Чуть-чуть меньше, чем я дышу. Очень долго производит. Никаких нареканий нету. Это Кедр Пром. Итак, это обожженное дерево. Возможно, покрыто маслом. И вопрос, пустые они или нет? Ваше мнение? Я думаю, они полные. Ничего не протекает. Очень классный цвет. Мне нравится. Вообще, шикардос. Красота, моща. Есть и не обожженные. Но сразу же обращу внимание. Посмотрите, толщина аж в два пальца. Красиво, шикарно, роскошно. Умеют делать бандарку. Эх. Итак, по порядку. Пол. Пол здесь проливной. То есть никаких отверстий, таких вот, как вы привыкли видеть, для слива нету. Здесь, насколько я знаю, лиственница. И здесь находятся стружки. Положены шлифованные доски. И сверху еще... Ох, тут жарковато стало. Я дверь приоткрою. Сверху лежат листья. Возможно, вы слышите потусторонний шум. Мы на бане Фесте. И вот это вот все, что вы видите, это за два дня собрали. Просто запах, говорят, здесь потрясающий. Я запахов не чувствую. Ну, поболел немного. И давайте посмотрим, что здесь еще есть. Здесь есть еще вот такая вот вещь для того, чтобы можно было полить кого-то или помыть парную. Обратите внимание, как сделан крепитель, держатель душа. Здесь у нас сейчас есть веники, потому что сейчас подготовка будет к парению. Уже все выставлено. И давайте пойдем смотреть верхнюю часть. Вверху находятся светильники. Свет у них очень теплый, что очень здорово, потому что баня солнечная, светлая, яркая. Светильников три штуки. Я снял даже отдельное видео по поводу этих светильников. Невероятное решение, которое я никогда не видел, хотя баня обошел очень много. Посмотрите, как сделано. Это может быть липа, может быть ольха, без разницы. Это кусок дерева. Вот такой вот массив, да? С корой. Который залачен, но прежде чем его залачить, его разрезали на геометрические линии, просверлили отверстия и вставили вот такие вот чопики. Больше здесь нету в нем ничего. Просто кусок дерева, который распилен на геометрические фигуры. И все это вместе составляет очень красивое стильное решение. А за ними стоит самая обыкновенная лампа. Дальше. Здесь находится панно. Оно очень в тему. Красивое. Умеют делать нарядное панно. Везде травки, 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 травки. Идем дальше. Полоки. Из широкой, хотел сказать, доски. Из стволов, которые вот распилены, распущены. На ширину ладони взрослого мужчины. Очень удобно. Идем дальше. И они тянутся, кстати, во все длины. Просто все по-простому и все по-кайфовому. Нарядная вещь. Форточка. Форточка влезет два толстяка в нее. Реально. Обратите внимание, как прикольно сделана затворка. Закрыть и открыть. Двойной стеклопакет. Класс. Дальше. Наличники. Вы уже, наверное, обратили внимание, что везде используются светлые саморезы, чтобы баня не выглядела засиженной мухами, когда используются черные саморезы. А вот это устройство шаманское. Расскажите-ка мне, специалисты, зачем оно используется в бане. Вот такой вот шлифанутый чурбачок. Ну, а вот то, что меня потрясло. Посмотрите. Это просто работа классного мастера-резчика, который умеет из простых деревяшек делать с помощью болгарки, с помощью... Круть. Круть. Идем дальше. Дымоход. Роскошный, правильный. Грилд. Печь. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Печь невероятная. Это совместная разработка компании Грилд и компании Денисов. Это печь, у которой камни нагреваются напрямую. Честно говорю, час, час, как топится эта печка. Вы все видите. Че сказать. Умеет, могут. Но, сегодня разговор не про печь, а про парилку. И пришло время познакомиться с создателем парилки. Привет. Привет. Рассказывай все, что угодно. Минута славы. Даже больше. Какая идея изначально была? Да, собственно, идея была, самое главное, приехать познакомиться с банным миром, с интересными людьми. То есть, больше, наверное, это сподвигло. Времени, конечно, было много. То есть, готовились за полгода. Но, как обычно, как всегда бывает, тем более лето, заказывал шквал. Поэтому бежали, догоняли, делали все на ходу быстро. Поэтому многое, то, что хотели реализовать изначально, сделали чуть-чуть по-другому. То есть, я не буду показывать и рассказывать, как это должно было быть. Ну, вот, скажем, как есть, так есть. Вот, ну, самое главное, что сруб, хотели показать сруб. Было, конечно, немножко, скажем, мандраж такой, да, как собрать, как машина подойдет, как кран, как все это. Но, несмотря на это, мы за день собрали сруб с крыши. И второй день у нас ушел на, скажем так, детали, там, наличники, ну, скажем, наводили марафет. Вот. Ну, два дня, и баня была готова. Третий день – это установка печи. То есть, печку, ну, несколько часов, грубо говоря, мы ее поставили. Печь 600 килограмм дает хороший пар. То есть, я, честно говоря, сам первый раз попробовал эту печь. Значит, в первый день не понял, она не раскрылась. Второй день мы ее разогнали. Уже так что-то близко. Третий день было еще лучше. То есть, как будто вот она, они знакомятся друг с другом. То есть, огонь, камень, дерево. То есть, они вот, нужно им время, чтобы вот дать этот правильный пар, атмосфера, все. Ну, я думаю, что мы добились этого. Конечно, не хватает здесь все-таки пар уходит. Это выставочное образец. То есть, задача была другая. Конечно, показать, как может быть. Вот. Но сделать идеально, конечно. Ну, в следующий раз, я думаю, мы уже в ошибке какие-то замечания, пожелания парильщиков мы будем учитывать. Какие виды дерева здесь использованы? Здесь лиственница и кедр. Больше ничего нет. Ну, понятно, можжевельник. Это мы уже там, девочки наши делали. Это моих рук произведение. Это я уже перед самым выездом. Не знал, какими удивить. Все не то. То есть, делали все что-то такое. Думаю, ну, смотрю, лежит классный горбыль сухой. Думаю, дай-ка я попробую. Взял циркулярку, распилил. И, ну вот. Круто вышло. Получилось такие, да, прикольные штуки. Вот. И, кстати, уже, ну вот, все заходят, всем нравится. Я сам удивился, что вот как-то так и делается очень быстро и смотрится прикольно. Я думаю, больше всех понравилось Сергею Смирнову, потому что это прямо вот дизайн под печку. Да. Не вот этого, а название забыл. Это печь совместная. Ну, это-то я помню. Помнишь, там такая печь, как раз тоже с такими геометрическими фигурами. Да, комментаторы сами напишут, как печь называется. Зора, ну, Зора, Зора, да, да, да. Они такие по дизайну тут. Да, прикольные. Скажи, пожалуйста, вот, меня очень потрясла бандарка. Ну, это так, если по-честному, это отходы производства. То есть, очень много остается обрезков, дров, которые мы пытаемся произвести, какие-то полезные вещи. То есть, вот эти вот шаечки, ковшечки. То есть, это все вот с маленьких дровишечек. Просто их очень много остается. И вот это все. Это тоже все кедровое. Кедровое-то ручная работа. То есть, все-все-все ручками-ручками. Ну, конечно, с оборудованием, там, станочки какие-то, шпит-машиночки и так далее. Это нержавейка, саморезники тоже нержавейка. То есть, тут ничего не сгниет, она долго-долго будет работать. То есть, не развалится, не расслабится. Вы этим делом занимаетесь очень давно. Да, то есть, мы уже перепробовали все. То есть, она сделана, видишь, у нее и угол. То есть, здесь несколько углов. То есть, она не прямая цилиндром, а она именно такой формы, как бы, трапециевидной. И удобные ручечки. Да, она тяжеленькая. Ну, не хочется делать, сгонять в опилке. Да, то есть, остается обрезка толстая, там, сороковка. Но приходится сгонять ее в стружку перегонять. Совсем делать тонкие. Ну, как бы, жалко. Зачем дерево переводить в стружку? Поэтому, они такие массивные, надежные и, ну, и не текут. Бывают, конечно, где-то какие-то, ну, не без брака, конечно, бывает, что где-то. Ну, мы спокойно к этому относимся, меняем и все. У меня в фитнес-клубе стоит ваша баня. Вот она стоит, вот там вода в ней. Боровая. Да, вот вода в ней, она вот. В виде бочки. И все нормально. Ну, и тут полки сухие. Скажи, пожалуйста, а вот у вас можно вот и до заказать. То есть и сруб, и отделку парной, и все парной в виде бандарки. Да, то есть у нас столярка, полноценная столярка с мастерами. Ну, что вот это, вот это чисто плотницкая работа. То есть здесь одному плотнику, конечно, не справиться. То есть здесь все сделано, ну, скажем так, грубо. Грубо, такая топорная работа, топорой, пилой. Конечно, доводить этот до идеала нужно запускать сюда хорошего столяра. Да и не надо, наоборот, выглядит. Ну, не, кому-то нравятся брутальные вещи. Это бревно окоренной водой. То есть это гидроокорка, то есть снятый луп именно водой под высоким давлением. Вот, а можно еще его там или скобелем снять. Можно оставить луп этот коричневый, подкорка. Вот, можно отшлифовать его. То есть вариантов отделки огромное количество. А можно ничего не делать. То есть вкусы у людей разные. И вы все делаете. Хочешь так, хочешь так. Да, в этом и прелесть. То есть это интересно. Не просто срубить, отдать. То есть у нас столярка, которая позволяет делать любые вещи. То есть дерево, он же как пластилин. Ты его как хочешь лепи, играй, режь и так далее. Склеивай там и можно красивые вещи делать. Поэтому, да, интересно делать все под ключ. Я в срубах ничего не понимаю. Знаю только, что бывают пиленные, а бывают рубленые. А у вас какие пиленные или рубленые? Ну, плотницкий инструмент он же многообразен. То есть работа плотника это и карандаш, это линейка, это черта. Сейчас и черта она усовершенствована. То есть не то, что там раньше два карандаша. Сейчас там и уровни разные на ней. Скоро, наверное, и лазерные будут уровни. Поэтому совершенствуется инструмент. Раньше топором одним рубили. Но сейчас настолько высокий спрос, одним топором не намахаешься. Если тебе надо делать много. Конечно, основная работа это пила. Потому что это быстро, удобно, но он пилой делает, собственно, те же задачи, которые выполнял раньше топор. Но без топора невозможно сделать. То есть топор всегда необходимый инструмент. Так же, как стамеска, молоток и прочие. Плотницкий инструмент это огромный набор. Вот, поэтому это продолжает развиваться. То есть даже плотники под себя делают какие-то там тесло, то есть по весу. То есть приходит к ковщику, говорит, мне надо вот такое, чуть-чуть угол мне поменять. Мне надо дерево другое, вот с таким изгибом. Я левша, мне вот полегче там или потяжелее. Сделал, не понравилось. Он приходит, говорит, мне вот подправь здесь. Поэтому у каждого плотника свое. И какие-то секреты есть, которые он никогда никому не расскажет. Потому что это его хлеб и его труд, который вот он несет в себе. Я слышал, что у вас есть в своей делянке дерево. Это так? Ну, было такое, да. Шесть лет мы занимались. Занимались. Это очень тяжелый труд. И много там, об этом долго можно говорить. Мы получили колоссальный опыт, конечно, заготовка древесины. Это интересно в то же время, а сложно. И, в общем, совместить это все с производственными процессами. Столярка, там, стройка. Это надо жить в лесу. То есть, очень тяжело. То есть, это борода до колена. То есть, ну, некогда не побриться. Там в лесу спартанские условия. Поэтому мы оставили ее. Но в это время мы наработали много друзей, которые занимают, продолжают заниматься заготовкой. Поэтому у нас тесные связи. Ушли чисто в деревообработку. Да, мы сейчас максимально занимаемся переработкой. Потому что лесозаготовка это отдельное направление. Очень непростое, очень такое специфическое. А сушильные камеры, вот эти вот, которые прямо километровой длины остались, цеха? Да, это работает. Это сушильные камеры наших партнеров. Это огромный завод за Уралом. Там все очень качественно организовано. И качество сушки правильное. То есть, дерево не лопается, не ведет. То есть, там любые породы деревьев в своем режиме сохнет. То есть, мы давно с ними работаем. И, в общем, качество сушки, оно на высшем уровне. Можно, конечно, и в бане сушить дерево. Но те объемы, которые у нас, это должно быть уже, скажем так, серийно, поточно. Ага. А каких видов дерево делать в бане? Только кедр или еще с каким-то работой? Ну, в основном, да. В основном только кедр. Это дерево, которое нравится и плотнику, и стольеру. То есть, он мягкий, он душистый, он податливый во обработке. То есть, его не так крутит, не так вертит. Конечно, если немножко недосушено, да, дерево там подкручивает. То есть, дерево молодое, тоже капризное. То есть, выстоявшиеся, да, там, вековые, которые уже начинают естественным способом подгнивать, появляется дупло. Вот это дерево, когда берешь, вот так называемые звенящие кедры, да. Вот эта древесина, она такая ценная. Там, да, с деревом работаешь, оно его не крутит, не вертит. Оно вот, вот оно прям, как сказать, напитало всю энергию космоса. И вот, и с него делаешь вещи, а они, каких-то ожидать от него, каких-то непредвиденных трещин, искривлений, там, что тебе поведет неправильно, от него уже невозможно. То есть, оно будет правильно работать. Предпоследний вопрос. А правду ли говорят, что тот кедр, который у нас растет, он не тот кедр, который выделяет какие-то полезные фитонциды из живицы? То есть, это какой-то специальный должен быть кедр заграничный. Ну, видов кедра, по-моему, по-моему, 7 видов кедров. Вообще, ну, вот лично мое мнение, что наш кедр, он уникален тем, что здесь он весь в переработку идет, от корней до плодов. То есть, такую шишку, как кедровый орех, не дает никакое другое дерево. И по своим свойствам, он, ну, я бы сказал, один из самых полезных орехов. То есть, да там все есть, и жиры, и белки, и углеводы. То есть, ну, вот я частенько полный карман ореха, и можно целый день ничего не кушать. Но ореха, то есть, спокойно, очень питательный. Да, то есть, и спортсмены его используют, и бодибилгеры, и там вот этот жмых. То есть... А вот та живица, которая выйдет из карманов, она пользует, несет вот эту антипростудную, там еще какую-то... Да, она живица, она многие болячки лечит. То есть, это тот же... Это тот же самый кедр, правильно? Да, это именно сибирский кедр. Но, если по-научному говорить, то это сосна сибирская кедровая. Вот, но с сосной, если с обычной сравнивать, вот с сибирской, не кедровой, они совершенно разные породы. То есть, сосна бы здесь стекла уже, все тут бы прям, все было в смоле, уже бы капало на голову. Сосна классное дерево, в принципе. Но, видов сосны тоже много, там порядка 30, по-моему, видов. Но кедр сибирский, он отличается, там, от канад... Если канадский, это вид можжевельника, да, это тоже, по сути, это не кедр. А сибирский кедр, это вид сосны. Телефон перегревается, поэтому последний, завершающий вопрос. Если человеку нужна баня, сруб, куда рекомендуешь обратиться? Не, ну, производителей срубов сегодня в России много. Так нужна одна единственная баня человека? Я бы много порекомендовал компании, но я знаю, что мы сделаем это очень качественно. Как бы, и задача не просто сделать, продать, там, да, денег заработать, а получаешь еще эмоции, да. То есть мы почти со всеми нашими заказчиками дружим, то есть наши отношения, они превращаются в какие-то дружести. И сделать баню это одно, ее нужно еще потом обслуживать, потому что она же не один день, не один год должна работать. И какие-то вопросы в процессе эксплуатации, они появляются, поэтому мы с заказчиками всегда в любое время созваниваемся, встречаемся, приезжаем, что-то делаем, переделываем и так далее. То есть это очень важно и ценно, потому что сервисное обслуживание, конечно, это один из факторов принятия решения, у кого заказывать. Обращайтесь! А сейчас я сделаю вот что. У меня есть светильники, на которые я снимаю, я их сейчас выключу, и мы посмотрим баню в естественном освещении. Это, я считаю, очень важно, полезительно и хорошо. Вот, как я говорил, обратите внимание на грамотно подобранные светильники теплого цвета. Это кедровое дерево, сухое кедровое дерево, да, просто вот, без всяких там этих, на циркулярке распилены. Такая вот красотища у Кедр Прома. Ничем не обработано, вообще никакой здесь нет пропитки, ничего, то есть просто вот, все, все естественное, все сырое, никаких масел, пропиток. А вообще рекомендуешь кедр пропитывать? Ну, да, нет, единственное, полок мы пропитали, воск биофа пропитали, да, он ни цвет не дает, ни запах не дает, то есть есть там приятные отдушки, но они выветриваются. Вообще, конечно, да, для, скажем так, защитить от воды, от грязи пропитки нужны, ну, сегодня их много, разных. А кто-то вот говорит, конкретно канал Woodrise, что лучшая обработка от гниения, это обожженное. Совершенно верно. Вот эти, они обожженные и обработаны маслом, вот эти вот именно катки. Живицы, да? Нет, не живицы, это финское масло, оно, то есть им можно обрабатывать доски разделочные для кухни, детские игрушки, то есть это, ну, как бы пищевое масло считается, да, такое, оно без запаха, без всего. Ну вот, а вот эти обработаны. Ну что, ребят, посмотрели, ставьте. Кстати, вот это вот покажу, вот ты спрашивал, для чего вот это, да? А это, я скажу, это царское место, это вот, если чуть-чуть не хватает, это вот приходишь сюда, да, и вот весь пар, весь, здесь сидишь и наслаждаешься. Класс! Давайте отлайкуем видео, чтобы как можно больше зрителей, потенциальных заказчиков узнало о такой классной бане. Не хватило пенечков, хоть надо было еще, но вот они у меня под срубом все ушли, к сожалению, вот здесь должно быть еще штучки 3. Все будет.